Ребята, приветствуем вас на нашем канале. Сегодня у нас очередная скважина. Выезд в Балахнинский район Нижегородской области. Вот буквально три дня назад оттуда приехали, делали там скважину. В общем ситуация какая. Едем мы в сады. В том году мы там работали и скважину мы делали 20 метров. Хотя у всех там по 8. Заказчик обозначил цель, сказал, что мне нужна скважина глубже намного. Он решил, что там вода будет питьевая. Хотя я предупредил, что скорее всего будет не питьевая. В итоге мы сделали скважину. Дебит отличный. Водичка прозрачная с большим содержанием железа. На первом слое железа есть тоже. По-моему 20 метров это был не очень хороший вариант. Но так захотели, сделали. Сейчас пробки стоим. Перед переездом. В общем смотрите. 20 метров сделали. Все качается замечательно. Опять же 8 метров у всех. Такая же вода, такой же дебит. Такие моменты тоже бывают. Заказчик попросил, сделали. Сейчас мы будем делать то же самое. У клиента на участке есть скважина глубиной 8 метров. И идет желтая вода. То есть желтая вода это что такое? Здесь близко торфянники и водичка такого желтоватого цвета. Вот. Он хочет сделать 20-22 метра. И пускай будет железо. Но самое главное, чтобы она была прозрачная. Сегодня будем работать. Покажем вам. Сегодня у нас гидробурение. И на установке у нас труба ПНД. Установка насосного оборудования не требуется. У клиента есть уже скважина. Он сам снимет, сам поставит, все обвяжет. Ну опять же, все по желанию. Хотите, сами поставим. Можно провести свой насос. Вот. Но в любом случае раскачиваем скважину визуально чистой воды. Показываем напор, рассказываем все, как подключать, все остальное. Ну что, поехали. Посмотрим, что у нас получится. Возможно еще один второй выезд будет. Все, погнали. Так, ребята, мы приехали на место. Сады. За Истомино находится. Вот. Работаем в этом месте. Клиент обозначил место. Вот здесь вот такой он домик для скважины, так скажем, сделал. Симпатично, красиво. Сверху крышечку сделал. Типа колодец. А там будет стоять станция либо насос. Будем делать ориентировочно 20 метров. Так как работаю уже в этом районе. Ну вот, первый слой воды. Вот здесь качок стоит у нас. Вот тут вместе. И качает воду. Сейчас покажу, какого цвета. Вот. Вот такого. Желтый, мутный. С железом с большим содержанием. Ну, в общем, она такая. Никакая вода. Ну, вот здесь стоит агидель. И качает вот из этого старого качка. Еле-еле. Еле качает. Наделать будем вот в этом месте. Здесь банька будет потом. Все, ребята, 20 метров. Погнали. Сейчас я скажу, что у нас по времени. Время у нас 10.47. Посмотрим, насколько загоним эти 20 метров сегодня. Поехали. 10 метров пробурено. 20 минут прошло. Еще осталось 10. Итого будет 20. Песочек у нас идет серый. Ну, водичка здесь уже началась с 3 метров. И вот так этот песочек так и будет идти до 20. Ну, вот хотят 20. Значит, сделаем 20. По сути, можно обсадиться. Но здесь, еще раз говорю, вода из шланга идет прозрачная. А когда бочка постоит, она мутная. И, ну, естественно, выпадает железо. И пленка на бочках, в общем, все ржавое. Такое уже было тут. Посмотрите, там ролик в Балахне мы делали 4,5 метра. Вот. Там с 6 метров тоже желтая вода. В общем, короче, вот. Такой вот классный коричневый песочек. Вот такой. Все, сейчас замываем и идем дальше. Так, штанги по 2 метра. 10. 12. 14. 16. 18. 20. Так, дамы и господа, на часах у нас 12. 21. Полтора часа 20 метров земли. Был вот такой песочек, да? До 18. А сейчас вот такой пошел. Отличный. Водичка здесь железом. Воды будет море. Прям очень крупный. Сейчас еще 2 метра. Будет 22. Встанем в крупный песок. Сейчас сделаем фильтр. Эта труба у нас на 19 метров. Сейчас прям здесь на месте сделаем фильтр. И будем обсаживаться на 22 метра. Потому что дальше, вот он только начался, он будет идти и дальше. Проходили уже этот момент здесь. Так что смотрите. Так, вот у нас первый подъем воды. идет. С 22 метров. Ветер дует. Вообще на камеру, наверное, будет все забито. Пошла ради моя. Давай, давай. Уплевый из воздуха. Он на дерево сразу как-то зафиксировал. Сейчас сначала грязный пойдет, потом светлеть будет постепенно. Так, ребята, это у нас буровая водичка идет. Она в перемешку с глиной, с землей, с песком, со всеми делами. В общем, сейчас она сначала идет грязненькая, а потом будет постепенно светлеть. Возможно, вы на камеру это увидите. Это процесс не быстрый после гидробурения. Обычно светляет вода, быстро начинает светлять после желонки. Вот, смотрите, она уже начинает светлять. Сейчас на ваших глазах она будет прозрачной. Ребята, сделаем сейчас ускорение, на тайм-варсе сделаем и посмотрите, как она преобразится. Так, дамы и господа, водичка прозрачная, холодненькая. Глубина 22 метра, зеркало 2 метра, дебет 1800 литров в час, вода с большим содержанием железа. То есть на вкус железо есть. Ну, здесь везде, в этих садах так. Но первые слои вода желтая, быстро покрывается. Не могу сказать, что светлый будет, но заказчик попросил сделать 22 метра, как у соседей. Ну, и сделать 22 метра. По времени 2,5 часа работы. Так, всем удачи, пока. Подписывайтесь на канал, кому нужна скважина. Звоните, номер телефона в ролике я оставлю. Все, всем удачи. Пока-пока.